112 квадратных метров. Территория небольшая, но не для археологов. Каждый сантиметр нужно изучить. Ничего не пропустить. Именно этим 40 дней занимались череповецкие специалисты. В Бабаевском районе при поддержке компании «Северсталь» ученые провели раскопки по следам озерных людей. В 2014 году, когда объявили конкурс на благотворительный фонд Музея Русского Севера, я сказала, давайте поможем нашей археологии, давайте обновим нашу материальную базу. Так появился вот этот вот грант. В поле зрения археологов попал микрорегион Войлахта в 50-60 километрах к западу от Белого озера. Попасть туда было непросто. Как говорят участники экспедиции, с большой землей их связывали 12 километров бездорожье. А еще отчаянные комары и проливные дожди. И тем не менее экспедиция удала, считают специалисты. Бронзовые стеклянные бусы иноземного происхождения, к примеру, означают, местные торговали пушниной. Большинство камней – это отчажные камни, от рассыпавшихся очагов древних, как и каких-то дальних. Многие камни, особенно большие и крупные, были под фундаментами построек наземных. Там наземные постройки были. Грунт тяжеловатый, поэтому древние жители, живущие тысячу лет назад, они старались возводить свои сооружения, жилища на поверхности, а не в земле. Кстати, на развалячий габбл найден лепной сосуд, проще говоря, горшок. К нему в придачу каменная фигура, похожая на человека. Специалисты предполагают, эти находки связаны между собой. Как именно, еще предстоит выяснить. Это сделают профессионалы, а вот волонтеры, участники экспедиции, будут вспоминать свои ощущения. Радость находки – это каждый раз, как первый раз находишь, держишь в руках то, что было сделано тысячу лет назад. А профессионалы продолжают выдвигать гипотезы. В этих краях, возможно, развивалось судостроение. В подтверждение – найденная ладейная заклепка. Ее использовали при строительстве судов. Удалось археологам попасть и на реку Шола, где раскопки идут уже три года. В этом году нашли могильник, но на нем работали с оглядкой на время. Мне кажется, традиция, главное, это когда в последний день улезает самый важный объект. И когда закапываешь до самого, до захода солнца, и на следующий день с фонарями закапываешь, копаешься. И на следующий день, когда нужно уезжать, ты уже закидываешь отвал и на ходу пещем в машину ехать. Мне кажется, это уже вот это вот сложившаяся традиция. А вот традиции и корни жителей тех краев только-только открылись череповецким ученым. На основании проведенного этнографического исследования можно предположить, предками бабаевцев были вепсы, карелы, русские, также найдены финно-угорские корни. Но множество тайных преданий, которые удалось выведать у местных, череповецкие ученые пока раскрыть не могут. И тем не менее, первые результаты археологической экспедиции череповчане увидят своими глазами. Уже в конце осени, на традиционной выставке находки сезона. Вера Кучеренко, Анатолий Холин, Новости.